Столеры краснодеревщики были, это прадеды в основном. Дедушка тоже был столер-станочник, отец столер-станочник. Ну и собственно я с самого детства в мастерской с ними, со станками. А теперь и сыновья Николая Дудченко проводят все свое свободное время в мастерской. Воля отца здесь ни при чем. Руки сами тянутся к дереву, станкам и инструментам. У токарного станка старший Дмитрий. Он собирается превратить небольшое бревнышко в изящную вазу. Инструменты я использовал, во-первых, самодельный резец для торцовки, а дальше рейер и мейсель. Мейсель для чистовой обработки и рейер для черновой. За станком уже несколько лет, не забавы ради, признается, привлекает творческая сторона столярного дела. Здесь в мастерской любой деревянный обрезок обретает вторую жизнь. Но самое главное – техника безопасности. Ее на зубок должен знать не только начинающий мастер, но и опытный. Нужно знать технику безопасности. Как работать, что делать, чтобы не повредить свое тело, чтобы не отлетели какие-либо куски. Закреплять заготовку прочно, выставлять под определенным углом подручник. И, соответственно, учиться самому точить инструменты. Рядом с токарным станком тоже кипит работа. Николай Дудченко обычное изображение преобразовывает векторный контур. Без этого станок лазерной резки со своей работой не справится. Мастеру остается выставить необходимые параметры и нулевые координаты, правильно уложить деревянную заготовку. Дальше – дело техники. Мощность излучения достаточно высокая. И за счет того, что фокусируется это все на очень маленьком участке, то есть происходит испарение материала под действием лазера. Соответственно, мы имеем контур, по которому будет станок работать. И по этому контуру будет производиться резко. Токарный станок, станок лазерной резки и фрезер с числовым программным управлением. Работу столера сейчас облегчает техника. Но полностью заменить ручной труд даже самое современное оборудование не сможет. Николай Дудченко уверен – уметь забить гвоздь для мужчины мало. Мужчина должен уметь все. Не только там вкрутить шуруп или лампочку, но и сделать что-то своими руками, элементарно табуретку, либо там какие-то разделочные доски или какие-то изделия для дома мелкую мебель. Финальный лоск деревянным изделиям придают этажом выше. Благодаря юной художнице Софии подарок для нашего канала заиграл новыми красками. Здесь же выставка работ семьи Дудченко. Особая гордость – часы. Их Дмитрий сделал вместе с отцом и учителем технологии для Олимпиады. На кропотливую работу ушло две недели. Сборка, шлифовка, калибровка и так далее. Процесс не особо быстрый. Надо было точно настроить их, чтобы они четко и слаженно работали. Деревянные часы принесли Дмитрию Дудченко победу на муниципальном этапе Олимпиады по технологии. Пройти дальше не позволил возраст. Формально для работ такого уровня он еще слишком мал, а значит все еще впереди. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.